В эфире программа «Городские встречи». В гостях у нас сегодня директор строительной компании «Красная площадь» Сергей Беречевский. Сергей Николаевич, добрый день. Подводя итоги этого года, чем может похвастаться компания «Красная площадь»? Здравствуйте. Во-первых, спасибо, что пригласили. Год был, правда, очень интересным, очень для нас новым с точки зрения развития, результатом которого стал рекордный объем строительства частных домов, которые мы реализовали сами силами своей организации. То есть мы построили 65 домов частных коттеджей в этом году для наших заказчиков и спроектировали 100. Такую, скажем так, для нас очень важную цифру. И, в общем-то, такой объем позволил нам в этом году отметить и пройти отсечку тысячного объекта за 18 лет работы. Конечно же, не все тысячи домов мы построили, естественно, но в большинстве своем это были наши проекты, либо реализованные нашими строителями. Поэтому планируем развивать данное направление, так как оно, в общем-то, зарекомендовало и нас как организацию, которая профессионально подходит к проектированию, которая профессионально подходит к строительству. Основой данного успеха является, конечно, наш опыт, потому что можно быть очень хорошо выученным профессионалом, но если у вас нет практического опыта, на примере, уж извините, других объектов, которых мы учились и ошибались, мы сейчас имеем возможность не ошибаться и не учиться на объектах сегодняшних. Это очень важно, потому что ошибки стоят дорого, а мы не хотели, чтобы клиенты за них платили. Да, особенно в сфере строительства. Сегодня зима и, наверное, основные работы в сфере строительства приостанавливаются. Чем занимается компания «Красная площадь» в холодное время года? Вы правильно говорите, но, к сожалению, у нас не так холодно сейчас, но тем не менее. Вообще, для нас год, он календарный не 31 декабря заканчивается, а год у нас строительный заканчивается 1 ноября. Мы 1 ноября подводим итоги текущего года, а уже с первого на следующий, это уже 2018. Соответственно, сейчас основная работа ведется в области, скажем так, разработки проектов, в области уже ландшафтного проектирования для построенных объектов в этом году и в предыдущем. Поэтому как раз сейчас у нас то время, когда практически некогда сделать передышку. И вся проектная группа, она у нас уже достаточно большая, 7 архитекторов, она загружена полностью. Будет небольшой перерыв на январские праздники. Не могу не спросить про предновогодние дни. Есть какие-то специальные предложения или акции для клиентов? Ну да, скажем так, без этого не обходится ни одна компания сегодня, которая современно, динамично развивается. Первое, есть то, что у нас есть зимнее хранение. Это касательно нашего основного, скажем так, вида деятельности строительных материалов. Но она особенно интересна в совокупности с программой умный строитель. Почему умный строитель? Потому что клиент, который обратится к нам за нашими услугами и материалами, он гарантированно получит качественный, профессионально сделанный, с большим опытом спроектированное здание. Или объект дом. В программу умный строитель вошли, скажем так, топовые проекты за много лет работы. То есть наиболее интересные и актуальные на сегодняшний день, которые мы можем предложить как готовые объекты для рассмотрения нашего клиента. А также 20 самых популярных, самых надежных материалов для строительства дома. Почему 20 и что это за материалы? Да, во-первых, на них действует специальная цена, то есть на них действует скидка 20%. Это 20 товаров, строительных материалов. Это те, которые применялись не менее 20 лет. То есть самые популярные в сфере строительства. В сфере строительства и непопулярные не только сегодня. Например, я понимаю, что это товары, например. Ну, непопулярные не только сегодня, а популярные на протяжении 20 лет. Ну, например, это некоторые виды керамического лицевого кирпича, которые производились еще в конце 90-х. И на сегодняшний день можно увидеть объекты, которые построены из этого материала и прекрасно себя чувствуют. Да, они в хорошем состоянии. Вот, это первое. Второе – это стеновые материалы, из которых сам дом состоит. И самое главное – это крыша. То есть это кровельный продукт, который на сегодняшний день не протекает. У него вполне динамичная и хорошая и конкурентная цена. И, соответственно, клиент, который к нам обратится, он может увидеть эти все живые материалы, увидеть объекты из этих материалов и сказать, «Ребят, ну здорово, 20 лет. Вот оно, практическое доказательство качества данной продукции». Естественно, это определенный не столь широкий круг предприятий, которые производили эту продукцию. Но и очень важно, потому что они правильно применены. То есть их можно применить хороший материал, и он будет плохо себя чувствовать, потому что неправильно сделан. То есть 20 важных материалов для строительства дома, и мы дом строим, грубо говоря, со скидкой 20%. Да, все верно. Как пришла такая идея? Опыт, знание и желание все-таки надежные и хорошие материалы активнее внедрять в современном строительстве. Когда мы с вами встречались полгода назад уже, летом, вы рассказывали про планы сделать уличную выставку. Да. Она уже состоялась, верно? Как раз мы ее делали летом, и осенью, 14 сентября, мы ее успешно запустили. Проект, на самом деле, оказался чуть сложнее, чем мы предполагали, да, с точки зрения и инвестиций, и сложности оформления. Все-таки это открытая, доступная уличная выставка. На нее можно вот прийти в любое время. Соответственно, ты всегда смотришь делать так, чтобы это было, чтобы она хорошо интегрировалась в среду города, чтобы она была украшением города, да. Раньше там была вообще, ну, скажем так, помойка, да, условно говоря. Где она и что ее себя представляет? Она находится на улице Есенина, вот там же, где у нас центральный офис, наша где центральная выставка. То есть, если сейчас, например, погода не очень, да, можно прийти в наш шоу-рум, который 350 квадратных метров, там все увидеть, посмотреть. При желании можно одеться, сходить на улицу и посмотреть уличную выставку, вернуться, попить кофе, там, да, согреться и обсудить уже с менеджером, с архитектором все увиденное, да. Так вот, и, соответственно, эта выставка была, сейчас проходят итоговые конференции годовые на многих ведущих предприятиях. Она была на всех конференциях презентована, была показана. Ее очень высоко оценили, во-первых, потому что таких в России нет. Есть там на юге, есть в Санкт-Петербурге, нечто похожее. Вот, для ЦИФО это вообще, скажем так, что-то новое. Ее очень высоко оценили, вот, все ведущие производители и, в общем-то, рекомендовали, да, скажем так, обратить внимание на такой новый формат подачи, да, строительных материалов в современном, скажем так, на современном рынке. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что такая инвестиция для Рязани, она достаточно большая. Да, ведь не вообще, мне кажется, у строительных компаний нет таких даже идей разработок. Это раз, а во-вторых, мы же хотели совместить и как выглядит материал, и как из него можно строить, то есть физически, вот этот узел показать на своей выставке. Не чтобы ездить с клиентом на каждый объект, там, да, в район, а можно здесь это увидеть. Это первое. Во-вторых, можно видеть, как ведет себя материал в сложных условиях. То есть мы специально не закрываем очень многие вещи, чтобы вот осадки, снег, дождь, солнце, да, все это воздействовало на кирпич, это можно увидеть. У нас некоторые инсталляции там уже имеют десятилетние, скажем так, ну, 10 лет уже находятся на улице. Они раньше просто у нас были на складе, а сейчас мы их здесь выставили, перевезли. Уже 10 лет можно увидеть, как находится под открытым небом тот или иной материал. Это важно. И клиент может для себя определить, блин, а какие деньги ему платить и какой материал выбирать, чтобы не платить дважды. Это очень важно, согласна, да, потому что нет ничего дороже ремонта и реконструкции. Это, кстати, отдельная тема, но тему реновации я бы хотел сейчас немножко сказать. Поэтому, возвращаясь к выставке, инвестиция переезжает потребности на сегодняшний день. Этот демопарк, он актуален будет через 2-3 года, еще больше. Сейчас, скажем так, даже потребителя мало, который вот, скажем так, осознанно будет изучать этот материал, да, осознанно изучать эту выставку. Поэтому, конечно, мы всех приглашаем, приходите, пообщайтесь с профессионалами, пообщайтесь с теми, кто открыт. Мы открыто показываем, как все это выглядит. Да, вот интересно, почему сделать ремонт порой бывает гораздо дороже, чем построить заново? Это, кстати, наше отдельное направление. У нас есть отдельный руководитель проекта реновации. То есть, в свой же день подошел тот период, когда люди построили дома в красивых местах. Там уже выросли у них деревья. Вот, таких мест уже нет. Участки, если даже подобные есть, они очень дороги. Поэтому люди хотят, видя, как меняется современный мир, как меняется современные материалы, куда идет архитектура, хотят из своего существующего, прекрасного, родного, любимого дома сделать что-то новое. И не хочется, ну, скажем так, все ломать, разрушать. У нас есть специальный руководитель, у нас есть специальный архитектор, у нас уже есть опыт реновации объектов. Мы их называем не реконструкцией, а реновацией. Когда дом как выглядел до и выглядит после. Вполне понятный, четкий бюджет всех этих вещей. Конструкторы позволяют нам, наличие хороших конструкторов, правильно все это спроектировать. И 3-4 месяца, немного, 3-4 месяца дом превращается, вы просто его не узнаете. А люди внутри остаются в своем текущем формате жизни. То есть мы не мешаем им на участке, мы не мешаем им внутри. То есть это, скажем так, определенный набор работ, планов работы, которые, в общем-то, должны четко выверены быть. А расскажите про крупные проекты Красной площади. Да, здесь тоже есть очень, скажем так, интересные результаты. Мы работали в этом году с фондом возрождения татарской культуры в Казани, в Татарстане. Да, очень интересно. Участвовали в большом проекте университета дружбы народов, так называемый. Делали проект по благоустройству и потом уже мощению больших достаточно площадей. И парковые, и педагоги университетом, и гостиничным комплексом. Работали напрямую с руководством республики на тот момент, что они были, скажем так, бенефициарами этого проекта. Это на самом деле один из красивейших объектов в стране на сегодняшний день. Я думаю, что в следующем году его как раз в чемпионатах мира активно по футболу будут позиционировать. И там достаточно большую работу провели. И мы тоже обязательно представим его здесь, скажем, на обсуждение нашего архитектурного сообщества. Второе, то, что мы начали работать очень серьезно с инновационным центром Сколково. Мы туда два года пробивались. Да, рязанская компания достаточно активно ведет работу на таких общероссийских известных проектах. Например, какие у вас точки взаимосвязи? Интересно, строительная компания и Сколково? На самом деле все очень просто. Сколково стояла задача, скажем так, использовать максимально современный надежный материал. Понятно, что у них очень профессиональные проектировщики и проектный институт. И мы очень плотно с ними взаимодействовали на стадии формирования технических заданий на проектирование. И нам удалось туда, скажем так, заложить интересные строительные материалы, которые сейчас там начали применяться. То есть Сколково уже очень долго, скажем, было в таком положении неразвития. То есть они построили учебные корпуса, построили центральные здания, камбусы для проживания преподавателей со всего мира. А дальше вся эта территория не развивалась. То есть шло проектирование на протяжении трех-пяти лет. И вот сейчас-то проектирование завершено и пошло активное строительство. Вот мы сейчас там работаем с этим инновационным центром. Там гордости для Рязани. Вообще да. Мы обязательно выложим где-то, наверное, уже и в январе, феврале уже и фотоотчет с этих объектов. То есть это на самом деле интересно. И интересная архитектура. Потом мы работали по благоустройству мощения в Москве на ВТБ-арену, на Лужники. То есть мы участвовали в этих проектах. И в бульварном кольце. Поэтому Рязань наша, к счастью, абсолютно не отстает от самых современных регионов. Вопрос общей городостроительной политики мы не трогаем. Где что строят, высокое, низкое. Хотя вопрос очень интересный. И совершенно непонятно, как бы в Рязани уже наконец-то выяснилось уровень нормального облика. Очень долго было с этим непонятно. Но вот с приходом, скажем так, нового главного архитектора города, который был Васильчиком, Дмитрий Викторович, сейчас он стал главным архитектором области. За что мы очень рады. Человек растет. И я вижу, как он очень ответственно, серьезно относится к городу, хотя к которому он никакого отношения никогда не имел. Но это говорит только об его уровне профессионализма. То есть неважно, родной или не родной город, среду формировать надо везде, если ты профессионал. И вот он это делает, и я думаю, что там, конечно, не через месяц, не через два, год, два, три мы увидим результат его работы. Кто собирается строить дом или делать квартиру, что нужно пожелать в первую очередь, о чем предупредить? Есть такая очень хорошая логика. Строительство дома, включая проектирование, состоит из трех частей. Одна часть, самая маленькая, из одинаковых трех частей. Например, возьмем 9 месяцев. Так вот, 6 месяцев нужно проектировать, а 3 месяца строить. Или взять про большой объект, он 3 года строится. Два года проектируем, год строим. Нужно уделить большое внимание, какой проект вы выбираете. Подойти к детальному изучению разработки этого проекта. Утвердить все интересующие чертежи, материалы, узлы, определиться с архитектурой, с его расположением на участке и вообще с конфигурацией участка. Со всей логистикой на участке, со всеми объектами, которые когда-то потом, возможно, будут. Если это все учесть, на это нужно время. Причем даже профессионального сотрудника, даже профессиональной команды это нужно время. Но в итоге это выходит дешевле и быстрее, когда вы начинаете строить. И все эти вопросы можно решить в компании Красная площадь. Конечно. По адресу улица Есенина, дом 2А. Спасибо вам за беседу. Телезрители напомним, что в гостях у нас сегодня был директор строительной компании Красная площадь Сергей Перечевский. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова